так да ну и бардак никак не научу себя убираться после завершения проектов вот мне сейчас нужно начать новую работу приходится убираться жопа но оставлять все так никак я еще согласен на творческий беспорядок в процессе работы начинать люблю в чистоте хотя на вид вообще ничего не изменилось буду рисовать портрет формата 3 с помощью своей любимой трафаретной техники а что в трафаретной технике самое главное правильно трафарет тут никаких премудростей склеиваем листы и подгоняем под формат это все понятно никаких холстов только арголит я настолько уже к нему привык что вряд ли на что-то другое пересяду в этой работе все цвета будут яркие и чтобы они казались еще ярче фоновый цвет будет черным рамка является неотъемлемой частью портрета параллельно будем работать и над ней я не знаю что буду делать когда у меня кончатся халявные плакаты это будет катастрофа по опыту могу сказать что из них получается первоклассные трафики так во первых нужно вырезать персонажа чтобы отметить сколько места он занимает на картине хочу реализовать один интересный приемчик но это попозже вот оно мое богатство в этой работе найдут место как люминесцентный так и простой акрил а по большому счету и то и другое одновременно начнем с рамки с ней вообще непонятно все получилось зеленая она у меня слишком зеленая не нравится займусь ей попозже пока пусть сохнет если пошарить по углам то у меня тут везде краска тащи ввода эмульсионка ее тоже в делаю почему нет а теперь внимательно если это сработает так как я задумал то должно получиться классно но это станет понятно чуть позже далее по плану расчлененка отрезаем белый от серого серый от черного куда уж проще я решил вырезать сразу все чтобы потом в дальнейшем к этому не возвращаться все получилось умница идем дальше ну а дальше самое вкусное начинаем закрашивать все подряд уважаю уникальный колорит хрен потом повторишь нужный оттенок да так и надо долбанная слишком зеленая рамка она явно в чем-то нуждается может быть желтым после недавних событий на салафановые пакетики я смотрю неоднозначно дико многофункциональная штука что-то изменилось вообще правда что второй день работы над портретом и нас стало немножко побольше первый слой уже подсох и пора наносить следующий тут беленькой тут черненькой тут еще каким-то итоге получается так какая разница рамка все равно слишком зеленая не хочу такую зеленую будет что-то такое вот на вот как это выглядит под ультрафиолетом и все круто все работает он нихера у тебя там пальцы пошел третий день работы день кисти нас тут полон дом мне принесли попробовать вот такой вот подлокотничек он нужен для того чтобы не смазать еще не высохшую краску с работы этот диковин не всегда так не привыкать надо не всегда она и нужна в принципе так если пишешь сверху вниз да 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 так прикольная класс кстати всю руку удобно мне нравится что здесь так много людей ты чё кричишь понимаете слушать одну лишь музыку постоянно это надоедает здесь живые люди они разговаривают это интересно послушать иногда да и вот все бы ничего но белой краской пока не то короче идея такая внести в картину кислотно-салатового и успокоиться работа подходит к концу тут уже вон и блики появились хоть я их вначале не планировал посчитал что с ней будет лучше по моему лучше рамочка наконец правильного цвета пришло время им навсегда скрепиться зме пва дадим им денек привыкнуть друг другу ну вроде сошлись в наше время современных технологий подпись художника сейчас выглядит немножко иначе вот крепление на которые можно повесить ну и конечно же лак после него картинка прям сок готова эту работу я выполнил под заказ ее будут дарить если у вас тоже накануне какое-нибудь событие и вы не знаете что делать с подарком пишите ко мне я этим займусь и кстати по секрету можно стать обладателем вот этой вот работы как все написано в описании только через неделю узнаем кому она досталась так ну чё все до свидания